Сейчас мы будем вывязывать планочку посередине переда. Планочку я предлагаю сделать на основе резинки 1х1 с фангами. Это даст нам фестончатый край и стабилизирует середину полотна, потому что полотно нестабильное. Ну и будет работать декоративным элементом. Сначала выдвигаем иглы. Вот одну выдвинули. И теперь каждую восьмую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, один. ДИНАМИ КОМОБИНЫЙ ВОДЫ. ДИНАМИ КОМОБИНЫЙ ВОДЫ. ДИНАМИ КОМОБИНЫЙ ВОДЫ. ДИНАМИ КОМОБИНЫ. Одобрали иглы. сейчас будем найти иглы на каждую восьмую навешивать полотно полотно держим изнанка к себе и вот за эти места вот вот за эти где у нас были провязаны за эти места будем навешивать вот на выдвинутые иглы и пойдем нужно чтобы достаточно хорошо было натянуто полотно без фанатизма но хорошо чтобы было натянуто потому что резинка она будет немножко стягивать нам стягивающий эффект резинки совсем не нужен поэтому чем лучше удастся натянуть лучше ляжет планка я рассчитала что у меня каждая восьмая вот мы на натянули полотно теперь будем выдвигать остальные иглы мы будем их выдвигать особым способом здесь у нас большое такое кольцо сюда вставляем троглазый декер и вытягиваем вперед пнп иглы теперь следующую иглу мы вот вставляем вот так вот чтобы одна ниточка у нас ушла вниз и вот тут вставляю теперь вставляем так чтобы две ниточки внизу было теперь вставляем так чтобы еще одна нитка вниз ушла но мы еще подхватываем вот ту нитку которая идет вот в этом направлении вот вот сюда вставляю и последние игла и вот так вот и навешиваем полотно вставляю вот в это окошко в этот павлиний глаз трехглазый декер и вытаскиваю иголы теперь беру одноглазую одноглазый декер одну ниточку вот она одна ниточка я ее под под декером так теперь следующую ниточку я под декер отправляем вот теперь их две теперь я захватываю вот эту верхнюю ниточку это еще одну под декер и подхватывают у которой на перекрест стоит стоит стороной так вот я набрала все иглы вытянула в пмп еще у меня здесь вот начало вязания я начинала вязание с кулерной глади несколько рядов четыре метод ряда и вот это место где мне идет кулерная гладь я повешу еще на две иглы и там где у меня горловина стороны я тоже еще одну петлю навешу вот так теперь я на все это повешу гребенку и грузин я специально прикрыла крышкой переднюю игольницу чтобы было мне удобно туда между игольниц опустить полотно чтобы поменьше цеплялась теперь навешиваем грузы я вешаю большие грузы и начинаем набирать петли выбираем точно так же как мы провязывали после удлиненных петель провязывали группе петель язычки сейчас закрою это пластиковая карта разрезаны по диагонали вот хвостик у меня был у меня был хвостик который отрезание полочки у меня остался хвостик ниточки я его вот так вот виллингом проложу через иглу чтоб мне он больше не мешался начинаю провязывать все то же самое ничего нового мы не делаем провязали и еще раз провязали пошел шаблон у нас зелененькая линейка нитка у нас не в натяг идет вот я освободила провязали и еще раз провязали так до конца и то что мы виллингом проложили она тоже подхватиться и мешать нам больше не будет одной ниткой меньше и хвостиком меньше и так до конца добираю последние петельки заканчиваем набор петель вот довязала последний угол и убираю в нити вот ниточку у меня стоит двухфонторный мост убираем линейку снимаем крышечку передней больницы начинаем делать разбор резинкой один на один первую петлю со стороны горловины мы оставляем на задней игольнице вот со второй переноси положение игольниц п игла напротив иглы делаем разбор на резинку один на один с этой стороны у меня подол и там у нас были две петли которые мы навешивали на кулер кулерное полотно вот эти две петли мы оставим на задней игольнице может быть даже 3 сейчас увидим посмотрим сколько несколько петель должно остаться на задней игольнице вот все я дошла напоминаю с этой стороны у меня подол с противоположной сторонами горловины вот набрали теперь выдвигаем первую иглу со стороны горловины по нижней по передней игольнице в пнп отчитываем 3 пяточки 1 2 3 4 опять выдвигаем 1 2 3 выдвигаем 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 вот на этих иглах у нас будут вязаться накиды накидов будет 3 больше мне машина не позволила к сожалению чем больше накидов машина может позволить тем тем больше будет выпуклость и фистона вот на каретку так счетчик я обнуляю но не включаю сейчас объясню почему так подключаем переднюю каретку проверяем чтобы у нас тут все было хорошо плотности ставим на передней игольнице ставим девятку на заднюю семерку на заднюю семерку и опускаем рычаги частичного вязания вниз на передней каретке и вяжем 3 ряда а и Смотрите продолжение в следующей серии. Вот у нас накиды. Вот они. На выдвинутых иглах. Вот они накиды. Смотрим, не провязан где-нибудь, не дай Бог. Поднимаем рычаги частичного вязания на переде каретки вверх. Поднимаем все иглы в работу. Смотрим, чтобы было все провязано, как следует. Могут быть не провязаны. И есть не провязан. Очень внимательно смотрим, чтобы не везде провязан. Аккуратно у нас было. Поднимаем все иглы и просматриваем. Очень цепляется нитка махеровая. Все может быть. Нам хочется, чтобы было у нас все красиво. Так, рычаги частичного вязания у нас закрыты. И проводим один ряд с закрытыми рычагами. Сейчас должно провязаться все. Это один цикл мы провязали. Нам таких циклов нужно пять. Поскольку посчитать тут визуально, когда при двухфонторном вязании, очень сложно. Мы будем считать вот так. Провязали цикл и на счетчики поставили единичку. Счетчик у нас не был включен. Я просто, вот один цикл я сделаю. Теперь аналогично второй цикл. Подвигаем вверх каждую четвертую петлю, как и раньше. Не ошибаемся. Опускаем рычаги частичного вязания на передней иголице вниз. У нас включен на передней иголице режим частичного вязания. Вот. А на задней иголице у нас режима частичного вязания нет. Поэтому мы имеем полное право вытянуть рабочие иглы в ПНП, чтобы они получше провязывались. Нитка очень цепляется. И делаем еще три ряда. Два. Два. Три. Закрываем рычаги частичного вязания на передней иголице. На передней каретке выставляем все иглы в ПНП. Чтобы они получше у нас провязались, почище. И провязываем еще один ряд. Уже с поднятыми рычагами. Так. И на счетчике рядов я оставлю цифру 2. У меня два цикла провязано. Вот я отвязала пятый цикл. Каретка у меня сейчас слева. Поднимаю рычаги, скрываю частичное вязание по передней игольнице. Мне нужно было только пять циклов. Вот у меня пятый. И сейчас я поставлю максимально рыхлую плотность. То есть десятка с плюсом и на передней игольнице. На передней каретке и на задней каретке. Вот десять с плюсом. Поднимаю все иглы в работу. В ПНП, чтобы я все время обработала. Поднимаю все в ПНП, чтобы для лучшего провязывания. И провожу один раз. На очень рыхлой плотности. На самый рыхлый. Рыхлее невозможно. Вот. Теперь я должна перенести все иглы, все петли с игол передней на заднюю. И закрыть косичкой в сторону нити. Петельки на заднюю игольницу переношу. Коралл-мыслом. Снимем грузы. Они нам больше здесь не понадобятся. Выдвигаем с игол вперед. И начинаем закрывать косичкой в сторону рабочей нити. Со стороны подула и вверх. Продевая одну петлю сквозь другую, движемся в сторону на рабочей нити. Периодически убираем вышедшие из работы иглы. И вешаем полотно на колбке. Чтобы полотно не провисало, равномерно повисело, периодически вешаю ту сторону или закрытые петли. Вешаю просто цепляем к колбке. Вот так вот. Опа. Группы игол выбираем. Вышедшие из работы которые. Последняя петелька. вытаскиваем проволоку из горебенки. Смотрим, что у нас получилось. вверх. Снимаем работу. Ни за что не цепляемся. И вот она у нас лицевая сторона нашей планки. Сейчас немножечко перераспределиться. чтобы вдохнет пряжа, вдохнет полотно. Будет точно такая же планка, как и с другой стороны. Вот мы обработали обе полочки планочками. Планочки у нас получились красивые, хорошо гармонируют с основным рисунком. Сейчас бы, конечно, лучше всего и правильнее всего было бы сделать обработку горловины. Но я ее пока делать не буду. У меня очень мало пряжи. В зависимости от того, сколько у меня останется пряжи, от этого буду и отталкиваться. Поэтому сначала свяжу рукава, а потом уже займусь горловиной. На этом наше сегодняшнее занятие закончено. Следующее будет посвящено рукавам и обработке горловины. И уже посмотрим целиком, что у нас получилось. Вяжу без предварительных каких-то упражнений. Поэтому все вот как идет, так у меня и идет. Так вам и показываю со всеми вытекающими последствиями. Всего доброго. До новых встреч.